Наши сообщения посвящены особенностям хирургического лечения у пожилых пациентов. Почему вы на эту тему обратили свое пристальное внимание? Из особенностей то, что увеличение средней положительности жизни населения, в том числе и в Российской Федерации, нет стандартов лечения в зависимости от возраста сопутствующей патологии. Мы всех пациентов должны лечить одинаково, молодой он, пожилой, сопутствующий, несопутствующий с сахарным диабетом. Кроме этого, с возрастом увеличивается частота первичного множественных раков. Мы должны определяться с тактикой лечения, какую опухоль мы будем лечить в первую очередь, с какой можно подождать, можем ли мы лечить их одновременно, какая химиотерапия может применяться у этих групп пациентов. Ну и не стоит забывать, что основная причина смерти у нас по-прежнему – это сердечно-сосудистые заболевания. И с возрастом, тут таблички представлены возрастные коэффициенты смертности, с возрастом, вот этот коэффициент смертности значимо увеличивается у пациентов старше 70 лет. И именно пациенты старше 70 лет называются пожилыми. Когда мы обсуждаем пациента на консилиуме, мы должны исходить из… учитывать, принимать во внимание многие факторы. Это какие результаты отдаленные мы хотим получить, мы хотим излечить этого пациента, либо этот пациент будет получать симптоматическое лечение, выбирать из возможностей современных методик лечения. Кроме этого, оценка приверженности лечения, приверженность пациента к лечению, во главу угла ставить также качество жизни, учитывать желание пациента, какой метод лечения для него предпочтительнее. Немаловажный факт – это коморбидность и клинические рекомендации и доказательная медицина. При этом не так много у нас существует возможностей оценки общего состояния и основными шкалами, которыми мы пользуемся, и которыми рекомендованы в использовании в основных наших лечениях документов, шкала Корновского, шкала ЭКОК, существует еще шкала Американского общества анестезиологии, шкала АСА, это используется в основном для оценки риска смерти у пациентов, которые подругаются хирургическому лечению. Существует также стола оценки коморбидности. Говоря о наших пациентах, пожилых пациентов с опухолями головы и шеи, чаще всего эти пациенты, соответствующие шкале Американского общества анестезиологов, степени 3, это пациенты с тяжелыми системными заболеваниями. Иногда мы берем на лечение пациентов с АСА-4. К сожалению, иногда у нас вариантов для выбора лечения не так много. Мы должны четко понимать, что хирургическое лечение для пожилого пациента – это такой спринт, когда мы наносим максимальную травму, и со временем пациенту становится легче, если не развиваются хирургические осложнения. При этом, если мы выбираем консервативные методы лечения, такие как лучевая терапия, то здесь это такой марафон, когда лечение начинается для пациента незаметно, и растянутые вот эти по времени лучевые реакции, лучевые повреждения, они достаточно сильно изматывают пациента. Поэтому, исходя из этого, нужно выбирать оптимальный вариант для пациента. Говоря об особенностях плоскоклеточного рака у пожилых пациентов, есть работы, посвященные этому, отмечается, что у пожилых пациенток меньше количества метастазов в лимфатических узлах даже при распространенных стадиях. У пожилых пациентов развитие рака меньше связано с генетическими повреждениями, но чаще происходит накопление генетических мутаций. Но и у пожилых пациентов значимо увеличивается количество вторых опкулей. Об этом я уже говорил. Еще одно крупное исследование, 266 пациентов, тут оценивали общую выживаемость групп пациентов 45-60 лет и старше 70 лет. Так у этих групп пациентов общая выживаемость, она абсолютно не различалась. Пациенты одинаково лечились, но качество жизни также не имело различия в эту группу. На общую выживаемость влияла стадия опкулевого процесса, ну что за камемерное, коморбидность и приверженность пациентов нетрадиционным методам лечения. Кроме этого, очень важный прогностический фактор у пожилых пациентов – это выраженность сопутствующей патологии и коморбидности. Вот если исходить из оценки этой шкалы СИИ-27, то если количество баллов больше 2, а там всего максимум 3 балла, то это независимый фактор, влияющий на общую выживаемость. Летние показатели общей выживаемости вот в этом исследовании, они значимо уменьшались у пациентов с 2 и 3 баллами соответственно. Кроме этого, есть работы, посвященные оценке развития у пациентов после хирургических вмешательств у пожилых пациентов по развитию у них послеоперационных осложнений. Влияет ли сам возраст на развитие послеоперационных осложнений? Как видите вы на слайде, что у пациентов старше 70 лет и младше 70 лет значимых различий в развитии послеоперационных осложнений, как раневая инфекция, пневмония, не было зафиксировано. У пожилых пациентов есть определенные закономерности, это снижение функций органов и систем вследствие сопутствующей чаще всего патологии. Пациенты пожилые больше подвержены депрессии, у них изменяется психологический статус, очень часто пациенты имеют нарушение когнитивных функций, нередко они страдают деменцией, и этим пациентам чаще требуется помощь, они чаще подвержены нутритивной недостаточности. Эти все факторы мы должны учитывать, выбирая оптимальную тактику лечения. Очень тяжело пациенту с нарушением когнитивных функций будет в послеоперационном периоде, допустим, после ларингектомии. Те новые реальность, с которым он столкнется после такой операции, они всегда не справляются с уходом, с питанием, с гигиеной, поэтому это тоже надо принимать во внимание, и тем более с голосовой реабилитацией. Исходя из этого, авторы предлагают такую тактику обсуждения пациентов. Вот у пациентов оценивается локализация, стадия, гистологический тип. Это все стандартно, как и для других пациентов. Также проводится полная гериатрическая оценка, то, о чем мы уже говорили. И также у этих же пациентов происходит межрисплинарный подход с учетом их сопутствующей патологии. Кроме этого, обязательно это пожелание пациента. Очень часто пожилые пациенты живут одни, не всегда им, и очень часто требуется помощь. И наилучший выбор для них – это персонализированный подход. Как в хирургии, так в лучевой терапии, химиотерапии, комбинированной терапии. Говоря о собственном опыте, мы решили посмотреть, как у нас пожилые пациенты переносят хирургические вмешательства. И за вот этот показатель важности возраста мы взяли причин смерти и оценивали уже после проведенного лечения, от чего пациенты наши погибали. Мы оценили пациентов за 2018-2020 год. Эти пациенты выполнялись ларингектомия, лимфоденектомия, трахеостомия, стандартный объем. Всего было прооперировано за эти 3 года 246 пациентов, при этом старше 70 лет у нас было 22 пациента. Вопрос голосовой реабилитации обсуждался с каждым пациентом отдельно в зависимости от предпочтений. Эти результаты мы получили. Основную группу составили группа пациентов 60-69 лет, это 126 пациентов. Старше 70 лет было 22 пациента, при этом младше 50 лет 94 пациента. Они не отличались по полу, возрасту. Были это первичные рецидивные пациенты. Для меня было удивление. Я думал, что у нас больше пожилых пациентов будет с рецидивами рака гортани. Но так не оказалось. Они также уложились в 20%. И стадийность также у этих пациентов абсолютно не отличается. Большую часть составляют пациенты с 3-4 стадии. Это действительно те пациенты, которые показаны ларингектомии. Вот первая-вторая стадия. Первая стадия – это практически все пациенты, которым проводилась лучевая терапия, у них был выявлен рецидив. А Т2 – это пациенты, у которых, несмотря на то, что распространенность небольшая, были метастазы лимфатические узлы. Вы видите, что распространенность по лимфатическим узлам также присутствует. И большинство пациентов – это пациенты с категорией Н2. Стадии заболевания. Большинство пациентов, как я уже говорил, третья-четвертая стадия заболевания. При этом примерно одинаково у пациентов реализовывались метастазы лимфатические узлы порядка 20-30%. Говоря о непосредственных результатах, это причины смерти мы оценивали по истечению этого периода наблюдения. На июнь 2021 года вот эти пожилые пациенты, живы 18 человек, у всех этих пациентов причина смерти стоит тракт гортани. У одного пациента развился перистомальный рецидив, у одного пациента вещественные метастазы в лёгкие. Отмечался один локальный рецидив с метастическим поражением лимфатических узлов шеи. И мы не отмечали причин смерти от сопутствующей патологии. При этом при анализе всех групп по причинам смерти стоит отметить, что у пациентов примерно в одинаковых пропорциях отмечается основная причина смерти в большинстве случаев – это рак гортани. Стоит в заключении о смерти. То есть 70%, 58%, 80%. Основные причины смерти – это перистомальный рецидив. Наибольшее количество – это пациентов 60-69 лет. И также отмечается локальное прогрессирование за счёт рецидива в области либо верхних отделов глотки, либо метастатического поражения лимфатических узлов шеи. Отдалённое прогрессирование. Чаще всего это метастазы в лёгкие, в печень, очень редко кости и передняя поверхность грудной клетки, кожа. И без признаков прогрессирования, то это группа пациентов, в медицинской документации которых мы не нашли данных за прогрессию, несмотря на то, что они наблюдались активно. У них нет жалоб на какое-то проявление болезни, будь то локальное, либо отдалённое, но при этом в справках смерти у них стоит рак гортани. Стоит отметить, что достаточно большое количество пациентов умерло от сердечно-сосудистых заболеваний или от сопутствующих заболеваний. Вот от анфарта умерло большинство пациентов в возрасте 60-69 лет. При этом старше 70 таких пациентов не было. Появились пациенты, которые погибли от ковид-инфекции в 2020 году. Сюда входят также и обычные пневмонии, которые у пациентов ларингоэктомированных мы понимаем, что развиваются очень легко. Другие причины смерти, некодируемые, также отмечались вот в этой наибольшей группе. При этом стоит отметить, что есть такие причины смерти в справках о смерти, как алкоголизм, ВИЧ-инфекция и отравление. У двоих пациентов в причине смерти стояло отравление. При этом также есть группа пациентов, причина смерти которых неизвестна. И какие выводы мы хотели сделать из этого наблюдения и размышления, что возраст значимо влияет на исход заболевания. Мы должны возраст оценивать просто как фактор, при котором наибольшая распространение имеет коморбидность. И важным прогностическим, неонкологическим фактором является коморбидность, и мы должны это учитывать во всех, при принятии решений. При этом основным моментом для подготовки пациента мы должны компенсировать вот эту сопутствующую патологию. Сердечно-сосудистую, легочную, и если есть проблемы с питанием, мы должны также пациентам обеспечивать наиболее оптимальные варианты нутритивной поддержки. И очень важно – это оценка когнитивных функций пациента для того, чтобы была оптимальная приверженность лечения и наиболее хороший уход в раннем послеоперационном периоде. Спасибо за внимание. Продолжение следует...